Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Оконятельный счет. История о бывшем солдате, которому предстоит спасти многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном матче и взятых в заложники вооруженными бандитами. Герою придется вспомнить свой военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить долг перед павшим товарищем, чья дочь также оказалась среди возможных жертв. Продолжение следует... Город Грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать. В темных переулках города Грехов, Дуайт планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана. Город Грехов 2. Женщина. Исчезнувшая 2014 года. Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг, не объяснил, пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка ключей в игре под названием «Охота за сокровищами». Красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти ключи, размещенные ей тут и там странные записки и не менее странные безделушки, дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли охотнику в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн? Джанго Освобожденный, 2012 года Эксцентричный охотник за головами, также известный как Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Копы в Юрках, 2013 года. Агенту ФБР и бостонскому полицейскому доверено ответственное задание – выйти на след и обезвредить безжалостного наркобарона. Операция в Красном море. История о том, как в 2015 году во время Гражданской войны во имени китайские солдаты помогали проводить эвакуацию из страны сотен соотечественников и других иностранцев. В руки оперативников из отдела по борьбе с наркотиками попадает один из работников взорвавшейся нарколаборатории. Чтобы отомстить за погибшую мать, он начинает сотрудничество с органами и обещает сдать всю сеть, вплоть до Верховного наркобарона, неуловимого мастера Ли. Глава Опергруппы, используя информаторы, запускает масштабную операцию, и теперь его команде предстоит внедриться в самый крупный наркотик страны. Бандит-полицейский дьявол 2005 год. Криминальный босс провинциального городка Дон Су подвергается нападению ферильного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочна. Единственный способ установить авторитет в глазах братвы – это найти нападавшего и отомстить. Местный детектив всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность. Но ему приходится объединить свои силы с бандитом Дон Су, чтобы изловить еще более ненавистного маньяка. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok